ну а я вновь всех приветствую сегодня поговорим о том почему за стрики наклеек например из капсул который можно купить спокойно сейчас в каеске коллекционеры но иногда даже сам каес мани готовы переплачивать цену в три стикера а то и даже дороже чуть позже заодно попытаюсь найти объяснение тому почему некоторые стрики автографов к с мани также столь сильно переносами но не забывайте это не какие-то факты из мира трейд а лишь мои предположения я могу конечно же чем-то ошибаться и так что касается стряков стикеров из капсул ну например наклейки история драконе лямбды те же голографические единороги и многие другие сеты которые целом можно поглядеть например через сайт к с гостикер поиск они действительно оцениваться гораздо дороже своих конкурентов в виде наклеек команд или автографов игроков а даже железная наклейка из операции расколотая сеть иногда пройдется с наценкой 2 3 стики чему же так ну первое объяснение эти стикеры начально стоили недешево то есть например вышла капсула кс-20 из нее стал выпадать стикер история драконь данный стикер дешевле 90 рублей за все свое существование так и не проседал цене а значит независимости от времени ее существование когда люди клеили эту наклейку на свое оружие они тратили до 4000 рублей не все люди готовы заморачиваться наклеиванием этой наклейки на определенный скин затрачиваю до 4000 рублей многим достаточно перекупить уже готовый сет с этой наклейкой с перепады ну примерно в три стикера будучи понимаешь в дальнейшем если вдруг он захочет он сможет его продать также не дешевле чем был купил отсюда идут покупки со столь высокими переплатами ведь у людей так и не было возможности наклеить стикеры эти дешевле ну а что касается например стикеров расколотой сети или других наклеек которые стали лимитированы и действительно редкими то и там люди готовы платить и цену 2 стикера и выше вот даже если начальном уровне цена этого стикера была столь низкой то она вышла бы покупателю раз 10 дешевле чем сейчас тут тоже целом все логично с приходит новые лица видит какой-то стикер который не смогли застать то время когда он вышел так как он еще не был задиресован этой игрой и вот они уже готовы купить красивый сет с этой наклейкой за круглую цену ведь наклеить сейчас эти наклейки на какой-то другой скин ему выйдет гораздо дороже за мной стоит забывать о ценителях таких комплектов наклеек и инвесторах многие понимают несмотря на то что сейчас за это скин с этими наклейками он переплатится на два стикера что на нем будущем по самому спору продать этот скин с этой наклейкой гораздо дороже кстати не стоит забывать что ценообразование зависит от не только от наклеек и от самого скина тоже касается автографов на мани где за 3x сам сайт просит переплату цену 4 стикера если судить конечно же по ценам самого стима но тут ничего необычного нету лично как по мне мани добавили переплату за стикеры когда цена на них была забущена то есть летом но снизить ее на многих фотографов так и не досужились от чего выходит столь высокая переплата надеюсь вы узнали для себя что-то новое и ценное из этого видеоролика за что поставите ему лайк оформите подписку на мой канал ну и пишите комментариях о чем я еще забыл упомянуть как вы понимаете я не википедия и обмен информации на своем канале я крайне высоко приветствую какой-то информации с вами делюсь я какой-то информации делитесь со мной и с остальными уже вы а на этом у меня все желаю вам хорошего трейда и до новых встреч